Здравствуйте дорогие наши слушатели. Меня зовут Актай Алирзаевич. Я художник график и преподаватель школы дизайн арт-футуре. Сегодня мы с вами поговорим о том, с чего следует начинать курс рисунка. Первые шаги. Для тех, кто начинает делать свои первые шаги, необходимо знать последовательность ведения рисунка, последовательность своих действий. Значит, с чего мы должны начинать. Вот мы берем формат А2. Мы его установили на планшет или на мольберт, как бы в зависимости от того, у кого что есть дома. Следующая задача это разместить, закомпоновать то, что мы с вами должны изобразить. Исходя из этого, нам необходимо наш формат подогнать, то, что мы рисуем. И в зависимости от того, в каких пропорции сам натюр может, мы обязаны с вами выбрать тот или иной формат. Так как куб у нас, мы видим, не явно вытянутый, да, не по вертикали, не по горизонтали, а у нас получается формат очень вытянутый. Стало быть, нам нужно, я рекомендую, отрезать сантиметров 5 этой бумаги. Тем самым, соотношение ширины с высоты выровняет. Это даст нам решение, как лучшее закомпонование. Еще важный момент, как встать перед мольбертом, как выбрать наклон. Я считаю, что это тоже имеет очень большое значение, и вы должны на это обратить ваше внимание. Значит, при позиции, когда мы стоим на расстоянии вытянутой руки от мольберта, наш мольберт должен иметь по отношению к взгляду прямой угол. Взгляд должен быть перпендикулярным нашему планшету, плоскости. Поэтому, когда у вас есть мольберт, вы должны так установить, чтобы именно была такая позиция. Следующий важный момент. Сам формат бумаги, да, она должна быть так тянута или прикноплена, чтобы при позиции, когда вы стоите на расстоянии вытянутой руки и смотрите на формат, чтобы взгляд ваш попадал в середину этого формата. Это тоже облегчает задачу композиционного решения. И когда вот все эти пункты вы соблюдаете, дальше мы начнем нашу задачу композиционную. Что такое композиционное решение? Это гармоничное размещение пятен на плоскость. В данном случае у нас пятно куба. Вот это пятно мы с вами обязаны вот в вашем формате гармонично закомпоновать. Для того, чтобы понять, что такое гармоничное, да, как бы расшифровать это слово тоже необходимо, наверное, как бы упрощая, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Ну это такое состояние, гармоничное состояние мы можем сказать, да, при котором у вас и у зрителя не возникает желание что-либо менять. То есть нужно такого размера закомпоновать, чтобы не было ни крупно, ни мелко, чтобы это было ни слишком высоко, ни слишком низко. То есть надо найти то золотое сечение, скажем, да, гармоничное расположение на плоскости и по масштабу, и по месторасположению. И после того, как вы нашли, наметили, примерно, набросочно, где это будет, да, и когда вас только устроит эта позиция, тогда мы приступаем к построению, к выяснению отношений уже дальше. Значит, давайте мы сейчас с этого и начнем. Вот у нас, у нас есть куб освещённый, и мы не, вот у меня, я свой лист подрезал, немножко подогнал, по то, что мы будем рисовать. Значит, следующее, вот мы слегка сначала намечаем, где у нас примерно это может быть. Набросочно угадываем направление, там, наблюдаем за ракурсом, с какой стороны меньше, с какой больше видим. После того, как вы так слегка наметили, посмотрели, ну, если нет желания что-то изменить, да, подвинуть вверх-вниз, значит, вы уже попали в десятку, в точку, да, значит, задача композиционного размещения, она уже удачна. И дальше это дает вам возможность, дальше уже на этом продолжить свое рисование, то есть уже идет второй этап, это уже построение, линейно-конструктивное построение. Чего мы должны с вами начинать построение? Прежде всего, надо выяснить, правильно ли вы угадали вот направление этих граней, то есть точно ли вы ракурс обнаружили, нашли правильно, как надо. Для этого надо воспользоваться горизонтальной линией, которую мы проводим через угловую точку основанную. А сами вы должны на расстоянии вытянутой руки, да, держать карандаш и приложить также горизонтально к этой точке. Таким образом определяете, какой угол больше, какой меньше. Это сравнение вам даст подсказку, как, если вы нашли не точно, как это все поправить. Спасибо на сегодня, следующий этап, скоро мы продолжим. Всего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok